что у нас происходило глобально ключевые показатели что у нас показывать ключевые показатели масштаб бедствия посмотрите пожалуйста внимательно активы мировых центральных банков банка америки синий график банка японии красный график и европейского центробанка зеленый график соответственно практически все ну больше всех у нас конечно выделилась америка напечатала 3 2 триллиона долларов и понятно откуда ветер дует ребят просто смотрите на объем и поймете откуда ветер дует да то есть америка больше всего печатает фантики доллара ничем не обеспеченные потом идет европа и япония в меньшей степени но тоже соответственно увеличила размер активов что у нас происходит с промышленным производством ребят что такое промышленный производство для вашего понимания специально вам показал график с 2008 9 года вот вот падение промышленного производства в 2008 9 году она более будет было более плавным связи с кризисом да и такой плавный выход и даже не вышло не вышло объемы промышленного производства да то есть 2015 год вернее нет некорректно говорю это по сравнению с 2015 годом да то есть индекс приравнен 100 единицам 2015 год 100 но что показательно показательно падение да то есть промышленное производство падает чистая прибыль уменьшается размер дивидендов соответственно тоже уменьшается уровень безработицы растет но на всем этом фоне печатаются деньги ничем не обеспечены что у нас происходит с инфляцией да то есть в чем заключаются инфляционные риски тоже здесь получается красным красным графиком это обозначен гармонизированный индекс по 19 европейским странам зоны евро зеленый это индекс инфляции в великобритании синий это германия фиолетовый франция и соответственно такой голубенький да это получается индекс потребительских цен для америки для соединенных штатов америка то есть инфляция замедляется с одной стороны инфляция замедляется но опять нужно понимать в связи с чем замедляется инфляция для участников клуба инвесторов опять таки вопросов не возникает мы это ребята уже очень много обсуждали ребята кто не является участником клуба инвесторов скажите если у вас понимание почему происходит падение инфляции почему инфляция замедляется факт остается фактом давайте мы посмотрим на америку что у нас происходит в америке ну еще раз падение производства в германии франции юки и америки да то есть вот вот она это падение такое больше всего упала германия потом получается соединенные штаты америки мы потом все остальные великобритания и франция чуть-чуть поменьше не попала самое большое падение в сша и германии принципе такие топовые экономики что у нас происходит в это же самое время что мы видим на графике с 2008 года это у нас получается промышленное производство соединенных штатах америки инфляция и уровень безработицы смотрите ребят у нас инфляция промышленное производство падает промышленное производство падает на 15 процентов по итогам первого квартала в америке одновременно увеличивается безработица практически на 12 процентов и инфляция замедляется вот что мы наблюдаем сейчас соединенных штатах америки то есть будущей прибыли от дивидендов как таковое особо не светит но смотрите как интересно получается компании прибыли вроде как не светит не будет потому что падает промышленное производство но их же надо продать надо же окажется надо же выйти из чего-то и как-то здесь вот возникает вопрос что что нужно делать давайте посмотрим это у нас индекс промышленного производства отдельно как он выглядит как каково его падение с января 2020 года это у нас начальные претензии по пособие по безработице просто взлет представьте себе то есть каждый каждый месяц в среднем обращение были там 200 тысяч до новых заявок на пособие по безработице взлетом практически на 7 миллионов уже в первом квартале сейчас конечно падает да но тем не менее взлет был достаточно значительный естественно рост уровня безработицы население все это платит американский центробанк в этот же самый промежуток времени печатает 3 и 2 триллиона долларов вот мы сейчас на графике это наблюдаем одновременно опускает процентную ставку что самое интересное увеличивается объем денежной массы который должен повлиять на инфляцию но на инфляцию влияет объем денежной массы вот опять таки мы видим ее увеличение значительное увеличение там практически насколько на те же самые 3 и 2 триллиона долларов денежная масса увеличивается но вот вам с 2005 года скорость обращения денежного запаса м2 да то есть скорость падает то есть люди в принципе не тратят и поэтому инфляция поэтому пока что находится в неком таком зажатом состоянии побаиваются до того что произойдет но знаете что самое интересное друзья во всей этой истории а вот этот вот график а этот график говорит о реальном располагаемым личным доходом на душу население в соединенных штатах америки средне реальные располагаемый доход на душу населению соединенных штатах америки располагаемые доход то есть вот видите он сначала упал потом денег напечатали правительства оказала поддержку выпустила облигации которые выкупила Федрезерв, и какой скачок среднего располагаемого дохода, да, примерно на 7-8 тысяч долларов. Вот у кого сейчас есть реально пришло некое понимание, осознание объема и брошенной, заложенной бомбы, есть такие? Напишите, в чем опасность всего этого, то есть смотрите, что одновременно. Ребят, денег у конкретного населения, у каждого человека в Соединенных Штатах Америки стало на 7 тысяч долларов больше. Самих фантиков стало больше, на 7 тысяч долларов, и у этого человека этих фантиков стало на 7 тысяч долларов больше, при этом у него снизилась стоимость обслуживания кредита потребительского, при этом у него снизилась стоимость обслуживания ипотеки, при этом 7 тысяч долларов, если он оставит на депозите в банке, он в лучшем случае по нему получит там 0,5-1% доходности по депозиту. Куда этот человек понесет эти деньги? И когда вот люди говорят, что все будет хорошо, все будет нормально, Федрезерв потом это откатит назад, ребят, да не откатит назад, да, и то, что хочется сейчас донести, то, что хочется показать, что да, если в 2008-2009 году мы видели фактор печатания денег и предоставления этой ликвидности, но предоставлялось это централизованно и предоставлялось это банкам. То, что происходит сейчас, эти денежные средства, они предоставляются населению, конечному потребителю. Контролировать банк и ограничить его в его действиях, куда он может направить эти деньги, ты можешь, просто по условиям выдачи этого кредита. И точно так же ты понимаешь, ты можешь воздействовать на этот банк, потому что ты ему выдал эти активы, да, то есть если мы говорим про программу количественного смягчения, то есть банку Федрезерв дает деньги в обмен на какие-то активы и на определенный срок. Соответственно, когда Федрезерв эту ликвидность нужно изъять, он начинает сокращать активы на балансе, он эти активы возвращает обратно банкам, а у банков забирает ликвидность, забирает доллары. И может управлять, он просто может прийти и сказать банку, все, хоре, лавочка прикрыта, я у тебя не рефинансирую, ты мне безвозвратно отдал эту ликвидность, которую я тебе поддержал в периоды кризиса. Но населению, которое вы разово выдали деньги, вы к нему не придете к какому-нибудь афроамериканцу, да, и вы не скажете ему, слушай, я тебе по пособию по безработице выделил дополнительно плюс 7000 долларов, что-то там потратил их на что-то, квартиру купил, кредит закрыл, верни мне их обратно. Там безвозмездно все это выделяется, просто так. И соответственно, отличие вот этого ситуации, да, я не был бы сейчас столь оптимистичен, как большинство игроков на рынке, да, краткосрочно это может привести к обновлению максимальных значений рынка, да, могут быть какие-то движения, это приведет ко всему, это приведет, начиная от того, что, да, всем понятно, что будет инфляция, заканчивая тем, что, ну, компании в моменте получат прибыль, они просто будут зарабатывать, потому что люди выйдут и начнут эти деньги тратить. Но, тем не менее, вот это, кто там, не знаю, физику хорошо в школе учил, да, есть ядерная реакция распада, да, то есть когда происходит взрыв, и плутон не начинает делиться, да, то есть ядерная цепная реакция. А есть реакция термоядерного синтеза, которая по своей мощности там ядерный заряд превосходит в разы. Так вот, если в 2008-2009 году то, что было произведено, напечатано 3,2 триллиона долларов для банковской системы, если это можно было назвать ядерным взрывом, то то, что делают сейчас, ребят, ну, просто сбросили, уже сбросили термоядерную бомбу, термоядерную бомбу инфляции. Вы не можете это контролировать. То же самое касается, ну, такая метафорический пример, да, ядерная реакция распада, она управляется. У нас есть много атомных АЭС, которые как раз таки и функционируют путем того, что ядерная реакция управляется путем введения в реактор стержней графитовой. Ядерные реакторы есть. Термоядерных реакторов нету, потому что термоядерную реакцию не удается удержать. Нужно очень мощное электромагнитное поле, затраты на энергию которого, по созданию которого, они несопоставимы с объемом энергии, которые получаются. И поэтому то, что сделано сейчас, сейчас сброшена термоядерная бомба, то есть запущенная реакция термоядерного синтеза, которую ты остановить никак не сможешь. Ну, просто не сможешь совсем. В любом случае будем жить, просто жить будем немножко по-другому. И потери будут у всех, абсолютно у всех. И у меня будут потери, и у вас будут потери. Если кто-то считает себя таким умным, я себя таковым не считаю. Я абсолютно не считаю, что я из этой ситуации выйду победителем. Я тоже понимаю, что я буду терять. Вопрос в том, что я потерять должен не больше, чем потеряют остальные. Потому что человек, который потеряет 30% капитала по сравнению с человеком, который потеряет 80% капитала, у него также будут шикарные возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин